Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня у нас 1 января 2014 года. И вот эфир буквально взорвало про Андрея Кураева. Меня со всех сторон спрашивают, а почему вы не выскажетесь в интернете, тем более так активно работаете. А что говорить, когда все там сказано уже нет? Нас интересует ваше мнение. Я держался, но тут стали неоднократно поступать сведения. Тогда я объявил своим близким, говорю, у вас какие мнения есть? Давайте, какие вопросы задайте, чтобы я все это имел в виду. Наша беседа называется «Во свете Библии» открытым оком. Вот я сейчас постараюсь немного сказать, как бы введение такое сделать. Дело в том, что Андрея Кураева я немного знаю. Он у нас тут был, я нахожусь в Барнауле. Ползунова 6. Он приезжал, у меня книги брал. У меня вышло из печати 38 книг, они у него все есть. Недавно в интернете встретили его выступление где-то. Потом мне прислали, он выступает и 5 с половиной минут говорит про меня. Мы на бумагу это все в ворде перепечатали. А у меня книги «Вопросы и ответы». Мне вопрос задают. В интернете нашли, что есть такое высказывание о вас, что имеете веру в какую-то вовсю жуткую смесь, старообрядчество с баптизмом перемешанную. Что это за сведения? Откуда и от кого? Прежде чем начать говорить о последних событиях с Зиаконом Андреем, я хочу сказать, какое наше с ним отношение друг к другу. Вот этих 38 книгах я упоминаю его фамилию Кураев ровно 120 раз. Это я отвечаю студентам, в милиции, в воинских частях, где знают и задают, и я вопросы отвечал. Значит, я его знаю. Книги его, в интернете. Все, что можно достать, практически это я знаю. Я говорю на фактическом материале. Против я не выступал, но одной-двумя фразами я об этом говорил. Ответ. Все это из одного мешка, где бесы были завязаны. По житьям Конана и Саврянина. Выпустили демонов зла из ада, и они пускают со змеем вместе реку зловонной жижи против благовестия Христова. Это вот не об Андрея Кураевой говорю, а о том, что впереди, которые вопрос задают. А вот эта ссылка. Ее надо как-то крупно высветить и показать, откуда дальше это будет взято. Вот смотрите. Предание.ру.аудио. Лекции Кураев. И там аудио. Беседа с аудиторией в рамках проекта. Предание. Видите, какая. Лива. Учение о грехе и искуплении. Часть первая. Начните слушать с 50-й минуты. А повод к тому, что впереди было сказано, дал как бы Андрей Кураев, сказавший на публике так. Дальше в кавычках. Будьте внимательны. В кавычках это означает слово в слово, переписывали и перепечатывали. А потом еще сверили раза на два. Может что-то не расслышали какое-то слово. Ну, поддержка может не тот. Для меня эта тематика стала серьезной. Он говорит о клятве, о присяге. Когда я познакомился с трудами самого выдающегося современного миссионера в России. Православный. Из ныне живущих. Его спрашивают, а кто он такой? А он снова медленно так отвечает. Тут я быстрее это проведу все. Из ныне живущих. Николай отвечает. Он отвечает. Игнатий Лапкин. Он живет в Барнауле в Сибири. Где он говорит, это я не знаю. Слышат только вопросы, задают ему так. Знаете, на мой взгляд, я ему вообще завидую. Вот он сказал слова. Изнутри. Себя эти слова у него идут. Вы хорошо запомните, кто будет смотреть и слушать это. Он сказал. Знаете, на мой взгляд, я ему завидую. Мне он завидует. Ни патриарху, ни Осипову. Ни аудитории. Вы же понимаете, что тысячелетие в России прошло, но диакона такого не было. У нас не могут оценить оригинальность человека. С чем-то согласны, не согласны. Это другой вопрос. Я эти все вопросы от людей передам и сам передам. С чем-то я не согласен. Почему я в своих книгах упоминал о нем. О том, где он говорит, что потоп был реальный. Не вся земля была потоплена. Я говорю, тогда вы читаете Евангелие от Кураева. Или Библию от Кураева. Где написано самые высокие вершины. Где вершины? На земле написано. Вот такие вот где-то. Тут уж я не могу удержаться, чтобы не защитить Слово Божие. Он мирянин. Обычный человек. Это человек совершенно безбашенный. Свободный. Вы его спросите когда, что он вкладывает в это слово безбашенный. Ну, говорят, это без царя в голове. Человек такой-то. Здесь он показывает одно только. Поясняет, что лапки на Игнатии не смотрят, кто перед ним. Он не старается голову куда-то спрятать, сохранить, подбирать выражения, вокруг крутиться, в глаза заглядывать. Он безбашенный. Он говорит прямо. Вот это и есть пророческий дух. Когда люди говорят, а что такое пророческий дух? Это означает без приглядки. Мне Бог повелел, я пошел и сказал. И я заранее знаю, что меня убьют. Не должно тебе иметь жену, брата твоего. И голова будет на блюде. Но он скажет это. У него были ученики, которые удерживали, как правило, удерживали. Да не будет этого с тобою. А Христос говорит, отойди от меня, сатана. Не сказал верховный апостол, отойди от меня, сатана. Католикам надо еще на это обратить внимание, кто у них является в основании. Я просто к месту, не к месту, стараюсь все захватить. И вот, когда мы это читаем сейчас, слова Андрея Курава, я буду где-то останавливаться, показывать, где он неправильно говорит. Неправильно по недостатку сведения. А остальное я не буду комментировать. Безбашенный свободный. Вот это слово свободный, это у него звучит уже второй раз. Мы только в начале говорим. Видите как, он здесь, для меня тематика серьезная, выдающаяся, так. Завидуй, мирянин, обычный человек, безбашенный, свободный. Это, знаете, такая жуткая смесь. Баптиста и старообрядца поясняет по взгляду. Люди ничего не понимают перед ним аудитория. Они поняли, жуткая смесь, а у нас вера правильная. А вот у Игнатия там смесь какая-то. И это подцепили на весь интернет. А вот эти слова-то сказал Андрей Первый. И он совершенно другой смысл заложил. Это сейчас по контексту мы увидим. Но так как они ко мне не расположены, эти люди, люди, живущие не по Евангелию, они не околоцерковные никакие. Но им поп все прощает, и они с батюшкой, батюшкой, батюшкой. Им нужно теперь показать, что они псы настоящие, охраняют церковь. И они меня лают и кусают, как протопоп о вакуум говорил. Он так, краешком, боком, имеет отношение к патриархии. Он там староста общины, местной зарубежной церкви. Совершенно правильно. И часто разбирают там вопросы о присяге, о клятвах и прочее, о служении. И приводится масса цитат из Писания, из отцов. Масса цитат из Писания. То есть он это очень хорошо заметил. Масса цитат. Повторяю. Откуда масса? Цитат из Писания. Писание это Святая Библия. Это Слово Божие. Дальше. Из отцов. Это 300 томов фолиантов патрология Миня. Более грамотным трудно найти человека сегодня у нас в богословских кругах, как отец Андрей Кураев. И если он обо мне это говорит, вот так, понимаете как? Очень масса мест из Писания. Он Писание что, не знает? Если это бы кто-то сказал, который меня не знает, и сказал бы, что ты определяешь как-то. Мне как-то сказали, говорит, вот я знаю их человек, который английский знает как родной. Я сразу заинтересовался. Я перед обращением на семи языках занимался. Я говорю, сводите меня к нему. Я когда пришел, стал его по-английски спрашивать. А он, ой, как он знает английский язык. А я знаю, что я его знаю в верхушке только. То есть я с американцами встречаюсь, часами беседую. Но я знаю, где допустил ошибку. Если кто-то обо мне скажет, что я хорошо знаю, я понимаю, что он меньше меня знает. Он даже не видит, где я допустил за два часа, я две ошибки допустил в разговоре. Или на немецком языке. Апостол Павел однажды говорит, а Исаия смело говорит, восклицает. Если Павел один из самых смелых людей на земле и говорит об Исаии смело говорит, это надо понимать, какая у Исаии была смелость. Я к тому говорю, что если Андрей, знающий Писание, говорит, что масса цитат из Писания, которые он не опровергает. Прислушайтесь к нему. Я привожу в моих книгах, в каждой книге, примерно три тысячи мест из Библии Святой. Три тысячи мест! А места бывает и да целый пакет из Священного Писания. А их томов-то только открытым оком тридцать у меня, тридцать, по семьсот пятьдесят две страницы. Вот на Андрея Кураева я и теперь ссылаюсь дальше. Из отцов. Из отцов это означает Ян Златоус, Василий Великий, Григорий Богович. Богослов. Все святые отцы, я ими везде и всюду оперирую, показываю. Называют том, какая страница. И Андрей Кураев этим был очень удивлен. Из отцов. Это вторая тема. Дальше. Житейной литературы. Житейной это двенадцать томов. Это за каждый месяц Дмитрий Ростовский. Два тома, еще сто семьдесят четыре жития, которые не вошли, они находятся в настольной книге священного служителя, второй, третий том. Вот я сказал, сто семьдесят четыре. Жития, которые не вошли, Дмитрий Ростовский. Ни один человек на земле этого не знает. Ни один. Потому что надо все до одного классифицировать за двенадцать томов, за девятнадцать столетий. И потом просчитать второй, третий том и найти, где не сходится, каких житей там нет. Ну, понимаете, что это нет и нет. Нельзя. А почему? Я начитывал. Я составлял симфонию на жития святых. И поэтому эти данные у меня, естественно, получились. И он это подметил. Он подметил то, что живущие сегодня люди, читающие мои книги, никогда не додумались сказать. Андрей Кураев обладает необыкновенным талантом высвечивать быстро, нужное и с юмором. Вот понимаете, у меня нет духовного образования. Я строительный техникум кончил, учился в высшем мореходном училище. На штурмана. И даже не закончил. Пришлось уйти. И он это все подмечает. Я попутно об Андрею Кураеву буду говорить. Если только Андрей Кураев сейчас боком встанет, он очень быстро начнет охладевать к тому, что держало его. И тогда он скажет то, чего не сказал еще. Он на 24 года моложе меня. Он сын мне по возрасту. Он где-то в 64-м что ли году родился. Я подсчитал 24 года он моложе меня. Дальше. Житейная литература. Дальше он обо мне говорит. Он очень начитанный человек. Чтобы сказать очень начитанный, это сказал Андрей Кураев. Это значит, что он увидел то, чего у него нет. Павел не мог сказать, что Исаия смело говорит, если бы он сам был не смелый и не видел, что он еще выше его. Он это подметил. Почему? Не мое. Когда говорят, а вот Лапкинсы, Игнатьевсы, учения. У меня нет учения. Я просто поднял то, что закрыли, скрыли книгу эту. И мы ее нашли. Она называется Святая Библия. Я нашел святых отцов. Нашел книгу правил. Я три года на ней сидел. Я сегодня выдаю такие данные, которых нигде нету. Вот Осипов, это знаток большой. Спросите его, сколько в канонах правил-то. Ни один не назовет. Только не говорите ему, что я сказал. 989 правил. С юстиниановыми декретариями. А всего их, если взять, которые временные были, для одного человека, как Курдиеве, там написано, 700, 719. 719, крик и правил, которые мы должны исполнять. Хотя у евреев 613. А у нас, у нас, то есть я имею в виду в православной церкви, патриархии, 413 правил нарушаются ежедневно. В каждом храме. Практически. Притом целенаправленно, умышленно. Еще толкует о православной вере. Да ее люди не нюхали, в глаза не видали. И знать не знают. Главная церковная структура, о чем заботились сохранить Сергий Строгородский. Сохранил ее церковную структуру. Для чего? Чтобы теперь, как в одну шайку объединились, и долбить, кто с ними не согласен. Свой синедрен. Для этого ли Бог дал нам веру? Сегодня в эфире, говорят, если они не пощадили даже Андрея, они ни перед чем не остановятся. Этот Чаплин, он зубами щакать не сможет, как его уже выкинуть оттуда. Иосифов. Иосифов пусть скажет только то, что немножко коснулся Андрея Кураевта. Он в одну минуту оттуда вылетит. Это жестокая и беспощадная система. Почему патриархия не говорит, что ее, современную патриархию, легитимно никак не связанную с патриаршей церковью Тихона, образовали в сентябре 1943 года Сталин Иосиф Витарионович и Лаврентий Павлович Берия. Вот. И как они призвали трех митрополитов, один из них будет Строгородский патриарх, следующий Семанский будет, а Иорушевич Николай там не угодил. будет отлученный и помрет, неизвестно как. Ну, это-то можно людям сказать. Вот мы защиты в пробирках КГБ. Мы НКВД. Тогда-то не говорили, сегодня можно это сказать. Покаяния нет. А у Андрея у него есть покаяние. Он выше вас всех. Ему надо патриархом быть. Ну, а перед тем, как патриархом побыть, надо походить к баптистам хотя бы с год. Но учиться проповедовать не о Гарри Поттере, не о Матрице, а о Христе. И не заниматься. Вот Крыгина там монахиня занимается, журналы рассматривает, как мужчина одевается. Еле этим заниматься. Идите и проповедуйте Иисуса Христа. Христа. Все знают. Кандидаты наук. А что кандидат? Может быть готовы только в ад. Ты открывай Евангелие чистое. И вот он говорит. С чем-то я не могу со многим согласиться. С чем-то, а потом со многим. То есть он заранее уже выстраивает свою речь. Так я его понимаю. Что если скажут, да ты Клопкину еще привяжешь, его бы года на два раньше сбили уже. И он поэтому и сделал. Ну я же сказал, его слушать не надо. Дважды он это сошлется. Вот это лавирование, это как раз патриархийное. Вот это виляние, лисе. Это не годится. Никак. Вот сотрудничали с КГБ. Андрей Кураев сказал, да, я сотрудничал, агентом был. Ну, митрополит Хризостом в Виленске. Да, эти двое сказали. Остальные, говорю, что молчите. Это 100% архиереев. Все КГБши клички имеете. Все сотрудничали за границу едели. Оперативные работники КГБ. Чего вы сидите-то? Выйдите и скажите народу. Это не кто-то, говорит. Андрей Кураев говорил раньше, этот, Хризостом. Хризостом. Андрей просто сказал и похотел. Может быть никого он и не предавал. Никто не умер и, ну, он сказал открыто. А рядом с ними-то открыто. Это не Осипов, никто не говорит. И скажет, а я не был там. Не было. Зачем засекретили? Когда комиссия там работала, Глеб Якунин были. Он меня, заметьте, то есть Игнатия, во многом поносит по всем кочкам. Ну, 120 раз я упоминаю это. Не только в положительном смысле-то. Я ничего не опровергаю. Действительно, кочки. Действительно, я отзываюсь там. Но во свете Библии. Во свете Библии то, что я 120 раз говорю несогласия с Андреем Кураевым, он, он, при своей грамоте, он даже не попытается опровергать. Почему? Потому что он сегодня уже не тот, что был вчера. Его Бог помиловал. Он несколько дней уже может говорить открыто. Может быть, в самом деле душа эта раскрепостится. Ему надо теперь день и ночь молиться за того, кто проголосовал, чтобы его оттуда попросили, как говорят, выгнали. И вот он завидовал Игнатию лапкой, но уже рядом приблизился. И передайте ему, что я жду его. Вот у меня вторые нары, а то нары, говорю, нары. Ой, прямо это вообще. Проговорился отец Андрей. Просто опережаю события. Палате, палате. Ну, как сказать там, по-другому-то. Даже не знаю, чтобы не испугать-то его. У меня везде все на три этажа разбито. Чтобы он сюда приехал. Я из него лишнее это растрясу здесь. Это я обещаю. Он уедет молодой, подтянутый, тонкий, звонкий и прозрачный. Но со мной будет вместе вставать, молиться ночью, днем. И просто поживет. Я его прокормлю. Сухарей у меня хватает. Пива баварского тут не будет. Ой. Но у него, то есть у меня, очень много серьезных вещей. Вот так слова, чтобы сказал, никто не сказал еще. А то его и все кидаются и кусают. А Андрей Кураев говорит, у меня очень много серьезных вещей. Вы мои книги будете, попы, архиереи искать, когда меня не будет. Вы политику будете собирать. Потому что я говорил в свободе. Где дух господин, там свобода. Вы все несвободные. Вы друг друга боитесь. Любого затопчут, разорвут. А для чего Берия Сталину нужна была церковная? Карманная структура церковная. Заразу коммунизма разводить по всему миру. Говорить, что гонений нет и прочее. Все потонуло во лжи. Андрей Кураев это видел, может быть, все видел, но сказать не мог. Теперь он может сказать больше. Опять тут не столько его мысли мои, но из Писания, из отцов, из житейной литературы, что мы могли забыть. Он, то есть Игнатий, напоминает. Это же есть в нашем предании. Еще этого никто не говорил. Это именно так и есть. Моего учения нет никакого. Если я сказал, что крещение, которое вы проводите в церкви, это обман, фикция. Это не крещение. Для крещения нужно три условия. Первое. Идите научите, научите народу, научите сначала. И вот Евнух ехал, ему рассказывает Филипп Диакон, уверовал, второе, крестить в полное погружение. Троекратное. Пятьдесятое апостольское правило. Апостольское, даже не соборное еще. И третье бесплатное, что все три правила нарушаются. Приходит, еще не знает, ладошкой мокрой по голове, мозги по стенке. Иди. Абортированные выкидыши. На триста крещеных, статистика показала триста, только один приходит из церковь и что-то знает. Один. 0,3%. Из мракоязычества на моем форуме я выставил. Как у нас тут одна этим занималась, я могу потом прочитать. Смотри. Опять тут не столько его мысленно, из писания, из отцов, из житийной литературы, что мы могли забыть. Он напоминает, это же есть в нашем предании. И нельзя это так просто взять и объехать на осле, на кривой кобыле какой-нибудь. Нельзя. А вы объезжаете, топчете, вырываете, поносите. Весь интернет наполнен хулой на меня, но мне-то это награда. Радуйтесь, веселитесь. Вы плетете мне венок вечный. Все. Я только еще патриаршего отзыва о себе не слышал. Может, приедут гости. В частности, я помню, меня так поразила такая подборка. Заметьте, что подборка, Игнатьева там нету. Подборка на десятках страниц против расчленения мощей. Если его поразила Андрея, вам-то молчать всем остальным надо. Он знает больше вас всех. Он профессор, а не вы. Он вас учит. Учил. Там святые отцы, сколько было видений, требовали не вытаскивать из могилы, не расчленяйте и так далее. Его это коснулось, и он это говорит перед аудиторией. У нас так к этому сейчас более спокойнее относятся. До нанотехнологии дойдет, до расчленения мощей, чтобы в каждом храме, в каждом христианском доме был полный комплект всех святых. Это же он смеется. До нанотехнологии скоро дойдете. Мертвецы, некрофилы. Одно к мощам отношение должно быть. Прах ты в прах возвратишься. С честью, с песнопениями, присутствие епископов, все мощи похоронить. Другого нет. Весь мир бунтует против этого. Православия как такового нет уже сегодня. О чем Феофан Затворник говорил в 1881 году. Еще одно, два поколения, и православие исчезнет. Я делаю вывод отсюда. Или он был уже пророк, потому что уже пять поколений прошло, или... Ну, а или-то остается только одно. Не об этом православии он говорил. Совсем другое. В общем, смотрите, хотя бы через интернет. Давать подписку на согласие со всем, что он говорит, не надо. Во второй раз, я с чем-то не согласен, он делает оговорку, то есть себе алиби дает. Я не совсем с Игнатием согласен. Если бы он был со мной вместе с патриархом Кириллом, выслан на север, нас осудили и сказали, никогда не вернетесь. И мы там на листоповале с ними были бы, этих разговоров бы не было. Я через эту толщу, которую здесь он набрасывает, Андрей, я вижу его другого. Он как ребенок. Он верит. Но у него не было то, что должно быть. Он умом это действует. Учился в советской школе, марксизм, ленинизм, это все ему не так-то просто было. Живого того обращения, какое должно быть, не было. Как оно называется, рождением свыше. Но у мамы своего он подошел вплотную к этому, его Бог любит. Что интересно сейчас, допустим, вот сегодня я прочитал высказание, примерно 150 человек о нем говорят. Люди не церковные говорят плохо. Это примерно не больше 10%, 90% за него. Они просто попухли на этом голубом деле. Все понимают, за что его? Но много. Хорошая гимнастика для ума и христианской совести гарантирована. Для христианской совести. А те, которые нападают, там никакой совести нет. Это люди сожженные в совести. Они у меня раскольник, все в до православия, как дворник. И что только не говорят. Ну, 38 книг, 13 лет уже прошло. Ну, можно было собраться, посмотреть и найти, представить обвинение. Как Андрею Кураеву-то. Не предъявили обвинение, ты не веришься ни в чем. Это говорит Андрей Кураев. Контрастный душ. Это гарантированно. Контрастный душ. Я бывал у него в храме. То есть у нас там жесткие порядки. Ходить только в русской одежде. Заметьте, это не отрицательно, он говорит. Никаких там джинсов, пижачков, галстуков нет. Где вы нашли тут отрицательно? Но люди ничего этого не берут. Только смесь, баптисты, старобрядцы. Все. И все контекстом взяли только это. А почему? А они к этому готовы. Эти слова у них нигде не привьются. У них ямочки в мозгах нет. Вот это он как будто не знал, Андрей. Прийти в храм за 15 минут до начала службы, а потом двери закрываются, никого не пускают. Но тут неправильно. За 7 минут, находящиеся уже в трапезной, объявляются. 7 минут. Все. Все должны зайти, встать и молча стоять. Даже рукой не креститься. Батюшка в алтаре находится. 7 минут молитвы, чтобы у батюшки было настоящее служение. Мы мысленно благодарим Бога за эту неделю, которую мы прожили. 7 минут ни движения, ничего нет. А кто опоздал, он стоит здесь, в коридоре, в шлюзе. Как только батюшка открыл царские врата, в это время опоздавшие заходят. А если кто-то позже опоздал, стоит там, пока батюшка пойдет кодить. Раньше у нас было маленько не так. До помазания стояли там, а потом заходили. А утром, да, оглашенные зайдите. Оглашенные выходят, а верные опоздавшие заходят. И вся служащая была по уставу. А вот это уже он относится к старообрядчеству. Значит, Библию знать, это баптисты, потому что они из Библии. А устав знают, старообрядцы, православия-то нету. И он увидел вот эту смесь, жуткая, взрывная смесь. А люди не поняли, что это такое смесь. А они увидели там такую беду, это баптисты. А так нам в храм пришли. Он не говорит, он говорит по разуму, по разуму. Я к Библии привязан. По Библии? Ну, это баптисты. А чтобы у нас было строго по уставу, никаких пропусков не делать. Ну, это старообрядцы. Кланились, совершали крестное знамя, никак должно. По форме одеты все. Старообрядчество. Вот откуда эти слова-то появились-то. То есть православию не надо. Я говорю, вот какая-то, теперь уже не жуткая, а удивительная, удивительная смесь старообрядчества и баптизма. Почему он говорит? По уставу и по Библии. Больше он не значит. Откуда баптисты-то появились, старообрядцы-то? А он относит знания Библии к баптистам. Тут ясно, из контекста. Надо быть уже никаким, чтобы иначе. Такой пиетет к Писанию. И такое знание Писания. То есть он увидит пиетет, и некоторые не знают, что восхваление, трепетное, нежное отношение к Писанию. А это плохо? Да как он говорит, какими словами это послушать надо? Я показал, где в аудио. И такое знание Писания. А какое знание Писания? А вот какое. А мне плевать, что какой-то собор разрешил. Писание выше собора. И по Писанию, а не по каким-то соборам прикрывать свою совесть. Почему? Евангелие от Яна 12.48. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Вот это он и говорит. Евангелие от Яна 12.48. Ясно, не по соборам нас судить будут. Не тем более по живым, каким-то высокого звания людям. Так вот. Так далее. Где-то баптисты, а где-то старовер. А где он видел баптиста? Ну, баптисты крестятся рукой? Нет, не крестятся. Я не баптист никак. Я причащаюсь в православном храме. Они причащаются? Нет. Баптисты с бородой? Нет. Баптисты с поясом, вот как я стою? Нет. Ну, а что тогда баптистского-то здесь-то? Писание, Библия. Ну, Библия-то я дома читаю. В храме-то не читаем. Да, у нас занятия три раза в неделю в городе. Три раза в воскресенье у нас. Четвертое занятие по полтора, по два часа. Да, это действительно так. Пиетет. Где-то баптисты, а где-то старовер. Такая вот необычная смесь. До него этого никто не говорил. Он это сказал. Ну, действительно смесь, если так по полочкам разложить, Библию, устав, ну, положить рядом, это какая-то смесь. Смесь какая-то. А уж понятно, что решение наших синодов, местных, ехать лесом, полем и еще дальше, здесь, с козьмой пойдем. Знаете, я ему завидую. Он свободный человек. И ему плевать, что про него скажут. Понимаете как? То есть он абсолютно точно говорит. Он завидует мне, не первый раз говорит. Вы его не считайте за глупого только. Он как ребенок душою-то. Он не скрывает это. Если другой скрывает, зажался там профессор кто-то, то этот говорит вот так, как он понимает. Я его по кочкам несу, 120 раз, говорит, пронес. А он, несмотря на это, какие слова-то говорит-то? Да с этими словами-то ведь на суд Божий можно явиться. Не в тюрьму с такой характеристикой-то идут. А чтобы как не вышло. Он говорит, смотрите, свободный человек, и ему мне плевать, что про него скажут. Это совершенно правильно. А мне, то есть Кураеву, все-таки не плевать еще. Почему? Профессор, знания. А почему так? А чтобы как не возникло. А потом, а что Владыка такое-то скажет? Как это отзовется? Вот три пункта. Владыка, кто-то, что-то, где Дух Господень, там свобода. Андрей Кураев еще не раскрылся. Он, может быть, только процента 4 данного ему людям мог говорить-то. Что там в нем, только Бог знает. Но он все время делал саглядки. Что? Епископ скажет, такой-то Владыка. А как бы еще не возникло, и как это отзовется? Это его слова. Видите, это все под этим живете-то. Все попы. Все. Даже самое хорошее. Может быть, на одной руке только можно по всей стране набрать-то. Чего вы молчите-то? Вы бесталанные, потому что талант там, где Бог, Дух Божий носится. Ему не мешает твоя самая забота. Пригнись. Тогда Дух Божий пойдет носиться над водою. А не так, что взял тут самость, тут за детей боюсь. Тут боюсь квартиру потерять, тут еще что-то. Как бы Владыка еще не сказал-то. Я вот считаю так, и все тут. Теперь я поясняю. Я могу сказать это без бумажки, но лучше прочитаю, потому что это в интернете стоит. А то скажет, одно сказал, а другое написано. Это фраза, выдранная из лекции отца Андрея Кураева. Ну не можешь такой умница, как дьякон московский и всея Руси Андрей, не знать, что говорит о вещах несовместимых. Он говорит о знании мною и священного писания, и применяет его. Это дяд баптистов. И это верно на сто процентов. Но не баптизм, если бы есть изучение Святой Библии. Люди-то не понимают. Он не говорит это, что это баптизм. А именно вот отношение к писанию. Уже толкователь нужен. И далее о старобряческом духе. Что сюда он вкладывает? Не будем сами домысливать, а лучше посмотрим, что он отнес к этому слову. Устав, точное его исполнение, благочестивая форма одежды, строгость, нерасхлябанность, богослужение. Так это что, православному не надо? Знание Библии не надо. Вы к этой смеси подтянитесь хотя бы один раз. Я этим живу. И мне мнение чего-то... Это не важно. Я просто удивляюсь, какие люди были в патриархии. Были. Я говорю как о прошлом уже. Даже тогда зажатый, как бы еще не вышло. И он выдавал такие перлы, и этого не увидели. Да, говорил иногда то, с чем я не согласен. Мне даже не хочется той стороны касаться. Но я впереди коснусь. А далее он просто говорит обо мне, вставляя слово безбашенный. Вовсе не в отрицательном смысле. Вот что в одном предложении он говорит, что Игнатий Дескок-Лапкин не смотрит вовсе на мнение людей. Какого бы уровня в глазах людей они ни были. Пусть даже вселенские поместные соборы. Я все соборы признаю. Я просто говорю, что если они будут где-то противоречить священному описанию, я на стороне Библии буду, но не на стороне соборов. Когда соборы часто друг друга отменяли, целые соборы как стоглавы. Вообще не признавали. Разбойничьи соборы были. Надо смотреть маленько. А зачем он так сказал? Повторяю, что отец Андрей, это редкий для московской патриархии талант. У него юмор блистающий. Значит, он не старообрядец. Это сказано было, когда он был профессором. Это я беру слова мои, которые я в прошлом времени говорил. В том году еще. И несмотря на то, что он сам говорит обо мне. Он меня во многом поносит по всем кочкам. То есть в моих книгах он упоминается 120 раз. И он не в обиде. Дальше он говорит, и вообще никакой у него обиды нет. Кто так мог бы сказать? Да даже один раз только упомянуя, узнает Дворкин. Да я даже не знаю, какие силы он будет пускать против меня. Я уже просто по печати вижу. Это чудо просто для священнослужителя патриархии. Где на круто замешанной сих страстями корысти и страха и всегдашней злобе, подводящей к инфизиции, все еще жива эта труба. Я об Андрее говорю. И отец Андрей говорит на понятном языке для этой публики, аудитории. Он же видит, кто перед ним, изуродованная раболепием и страхом перед всеми и более всего перед попами, быть отлученными от причастия. Суетные люди с очень шаткими и сомнительными во свете Библии мыслями. Он и говорит им так, что они поняли его только отчасти. И кто-то там был или вычитал. Он все отбрасывает доброе, что сказал отец Андрей обо мне, а вырвали только эти слова о баптизме и старобряществе, совершенно не понимая, что это. Но на уровне подсознания, привыкнув жить в злобе и подозрительности, они понимают, что Лапкин не такой, как все они. И верит не так, как они. И потому он заклятый враг. Подтолкнул так этому отец Андрей. Ну и хорошо, что люди-то эти вылезли-то. Они могут когда-то опамяться. У меня такое выдумывает из патриаршего храма на паперте. Люди за ноги хватаются, падают, плачут. Прости, мы про тебя говорили. Нас батюшка натравил так, а мы ходили на занятия. Мы увидели, моя дочь через тебя пришла, сейчас беру еще та, да. Говорит, у меня сын через тебя пришел. Он в храме священником стал. Попы поступают безумно просто. Они не знают, что эта кувалда гнева опустится на них. Андрей только сказал, я завидую. Ну сколько время прошло, я не знаю, там не написано. Но вот он уже со мной приблизился, все. Он теперь профессоров не будет бояться. Что владыки скажут, что не будет бояться. А ему зачем они нужны? Он увидел, какие они. И отец Андрей вовсе не хотел этого сказать, что я заклятый враг-то. А то, что он для себя нашел целые пласты полезного у меня в книгах, в интернете уже о том ни словечко, ни самого махонького. И он говорит, завидую, нашел о моих знаниях. Нигде в интернете ни одного слова я не нашел-то. Если бы отец Андрей сказал безоглядно, если бы он был безбашенным сам, как говорит обо мне в положительном смысле, то он бы должен сказать громко и поистине бесстрашно, повторяя это сказать, он должен был тогда, в том году. Я нашел человека, который, и мне это вовсе даже непонятно, как-то в нем уживаются мысли чисто евангельские, и как-то он умудряется находиться в почти мертвой церкви, где чуть ли не все не евангельское. Это действительно небывалое чудо. Вот какие слова я должен был сказать-то. Теперь я буду засчитывать, что мне прислали по интернету, звонили, откуда эти люди были, и что они говорят. Вот один говорит, дословно, мой единственный человек, которому я доверяю и слушаю, это вы на меня, хотел бы услышать ваше мнение об отце Андрее. И второе, что вы думаете по поводу увольнения отца Андрея Кураева из Духовной Академии, город Краснодар, Александр. Теперь меня спрашивают, что я думаю. Видите, здесь два варианта. Один то, что они хотели, и что получилось. Им трогать его пальцем нельзя было. Это первое. Дальше. Они это сделали с единственной целью. Вреда он никакого не принес. В ересе его не обвиняют. И профессор. Профессор-то генерал войск. Просто спихнули, и все. Щаплин там остался. Которые выступают, выходят вот такие вот. Все остались. А отца Андрея выкинули. Это ему нужно, отцу Андрею. А почему? Я за него уже несколько десятков лет молюсь. Ежедневно поминаю его имя. Если я молюсь о ком-то, я знаю, результат будет совершенно не то. Те годы я молился, чтобы рухнул коммунистический режим. Я молился и молился. А его нету. Молился, чтобы Александр Столженицын вернулся. Я десятки лет молился. Он вернулся. Скажет, да что, от тебя что ли? Ну ты не знаешь, а я знаю. Мне это открыто. Я молился. И он говорит, вернулся, я теперь благодарю Господи, что ты услышал. Так ты не один молился. А может быть не один, может быть 130 миллионов молились. И каждый пусть благодарит, что по его молитве. Уозники, которые в ГУЛАГе были, страдали, просили, чтобы лопнула эта империя лжи, зла. И она развалилась. Так молились-то миллионы. Молионов пусть благодарят. Я молился, я благодарю. Не то, что одна моя молитва значит. Но у меня была молитва. Другой спрашивает. Какую цель преследует московская патриархия такими чистками? Это уже в другом, из Краснодара. Какую цель преследует? Цель от меня сокрыта. Я не знаю. Я могу только догадываться. Первое, чтобы другим было неповадно. Бей своих, чтобы чужие боялись. Вот здесь. Кроме того, он стал выходить за флажки, как говорится, вместо. Вот это нужно сказать. Это нужно архиерею сказать. Синодальная там какая-то комиссия будет решать. Как-то печатать Евангелие. Моим книга-цензора дать. А он мне не нужен даже совсем. Андрей Кураев во флажках не может стоять. Он все время оглядывался, оглядывался. И все время он где-то говорил то, что не входило. Он нигде вреда не принес. Его не вызвали даже, когда, говорит, отлучали. Я беру из интернета данные. Если я скажу не так, прошу прощения у всех. У меня данных-то никаких нет. До него не могли дозвониться. И он на меня не выходит. Я уж скольких людей просил. Как оно в действительности там было? Вот отец Андрей, это он как будто говорит, считаем, что-то, что за него голосовали там. Их даже не выслушали, которые не хотели, чтобы его отправляли на покой. Обвинения не были представлены. Но все случилось подобно так, что вот Казанскому этому голубому чуду подвели. И он после этого выступил. И говорят только за это. Я тут тоже не знаю, но очень похоже. Очень. А они все засветились. Рот Андрею не запечатать. Он в опасности. За него надо молиться. Кто поднимает голос против такие, как Литвиненко, Александр, как Березовский, там в последнее время где-то что-то касался, Квачков, там патриарха такими словами называл. Этим людям на земле место уже не оставляют жить только в тюрьме или в могиле. Не он один. Он находится в большой опасности. Это большой колоссальный ум. Громадное знание. Не просто знание, а громадное знание у него. Если у каждой своя библиотечка, вот такая вот маленькая лежит, то у него может трехэтажное здание, библиотека. Его надо было беречь. Повторяю. Он вполне мог стать патриархом. А сегодня такие вот ставят, надо чтобы обязательно был не меньше как митрополит, там архиепископ, не меньше чтобы 30 лет был в епископом Санне, к примеру говорю, 50 лет в компартии. Обязательно чтобы была у него административная выучка, работать мог. Ну кого? Наконец остались три человека. Одного даванули, третий с испуга отказался, остался один. Ведь не пошли на то, чтобы выбор сделать такой по жребию, слепой вытащил-то. Потому что они и на этого будут, а сверху сказали отменить. Отменили. И вот это теперь будет на их совести лежать. А Андрей Кураев только так, где-то маленько может быть говорил. Второе. Почему уволили Кураева из Московской Духовной Академии, а не Осипова? Я к нему хорошо отношусь, только внешний вид смущает. То есть 75 лет бритый, сидит в масонском галстуке. Я говорю не о мелочах. Попробуйте сказать ему не брейся, не получится. Вот на этом как раз и выявляется. Ну посмотри ты, Осипов, на икону. Ну посмотри, пройди, где бритые, ни одного нету. Я что доказываю, что-то придумал или что? Даже Дугин там и то, что говорит о бороде. Что об этом говорит Стерлигов, Герман, даже современные наши. Даже пусть не совсем церковные люди. Вы посмотрите, адмирал Макаров какой. Давно ли это было? Царник Александр Третий. Посмотрите, Николай Второй с какими бородками. Дальше. Почему уволили? Не знаю я, почему его уволили. Чтобы не давать доступ, видимо, к семинаристам, к студентам. Только предположительно. Потому что я там не был, не знаю. Я могу так догадываться. Начну озвучивать то, что догадываться. Это то, что явно. То есть они хотят, чтобы он не имел доступа к народу. Теперь, если он будет где-то говорить, он свободный. Но они будут искать зацепку, чтобы не давали. Или авария, машина будет какая-то. Или умер от разрыва сердца. Ему грозит смертельная опасность. Слушайте меня внимательно. Андрею Кураеву грозит смертельная опасность. И помочь ему мы можем только молитвой. Молитвой. Вопрос такой. Почему отец Андрей нигде не говорит, что Андрей-то, может быть, и вовсе не видит связи своего увольнения со своей критикой Максима Степаненко? Максим Степаненко, если вы знаете, как он там на Б назвал женщин, какие одиночки там есть и прочее-то. И один из первых выступил Андрей. Сказал, готовить ему работу другую-то. Я в словах Андрея не увидел того, что сегодня ему приписывают в этих словах на Степаненко. Но дальнейший ход показывает и все-таки нерасположенность у него. Я многократно считаю, смотрю и пытаюсь понять, что отец Андрей вложил туда. Дальше. В частности, в словах, сказанных отцом Андреем на портале «Православие и мир» говорится о том, что Максиму Валерьевичу Степаненко надо будет искать другую работу. А другую-то работу пришлось самому искать. Что он сказал-то со злорадством? Или знай, что патриархия никогда никому ничего не прощает, она только перемалывает все. И теперь, если сказали, что Степаненко виноват, и там на Ростислава будут говорить, первое они должны задушить его. Степаненко. Я не Си Степаненко. Я о нем даже не слышал никогда. Томской епархии он. Председатель миссионерского отдела. Когда я прослушал, увидел, прочитал, я сразу сказал, это как пророк восстал в России. Это в столетие один раз такое встает, открыто. Но Максим-то сказал, кромочку заделал-то. Все это Б в церкви находится. И попы это ощутили. Он ткнул факелом буквально каждому в лесу. Это вы распродили Б-ство здесь. Вы. Причащайте всех подряд. Это его прихожанки. Поповская. И дальше. Вот он ему как бы желал такого, такое и получил. Интересно, когда покаяние перед стабильцами русская православная зарубежная церковь принесла, то они сказали, постигшие бедствия нас в 20 веке не являются ли наказанием за то, что наши правоцы гнали вас во время раскола, приниканье. А теперь пришли революции. Это самое главное. И вот здесь вот как раз это Андрей. Давно ли он выступил? Думал ли он об этом? Нет. Он должен Андрея принести, если только у него был другой замысел, а не предведение, что выкинуть. Я не знаю, что. В любом случае сказать, Максим, я не это хотел сказать. Я не желал этого. Я просто знал, что эти лютые волки сожрут тебя. Он открыто должен сказать. Тогда он не виноватый. Но получается так, как будто первым его Иудой за это назвали, даже этого Андрея. Как он мог не увидеть то, что я человек мирской, сразу увидел. Сразу. Другой вопрос. Насколько справедлив или нет скандальный и эпатажный жанр изложения своих мыслей профессор МДА в живом журнале ЖЖ? читал, смотрел, не согласен. Но в этом, вот, в этом, понимаете, жаргоном даже разговаривает. Он на все быстро отвечает. Андрей-то, я никогда так не отвечаю. Никогда. наши слова должны быть буквально пронизаны священным писанием. вот выступает, говорят, другой раз, патриарх говорит, 20 минут, слово Христос ни разу. Чаплин говорит иногда, по телефону одна говорит, вот, говорила я с ним там 15 минут, слово Бог повторил только два раза, а слово Христос, говорит, ни разу. Я к Андрею Кураеву обращаюсь теперь. Посмотри, дорогой, ладно ли это, что там было. Действительно, это не годится. У меня очень близкий знакомый есть, отец Геннадий Фаст. Он в моем доме обратился, стал православным, немец, Менонит. Он в Абакане, Хакасии, магистр богословия. И он говорит, я когда работал, где-то там в лагере, или где-то приходил, ну и там слова-то разные, так, ксиво, там, ништяк. Я решил с ними, как бы их языком, чтобы они меня лучше-то понимали-то. А из них там зэк, шестикратный, может, ходка и говорит, батюшка, этого не надо делать. Вы до нашего уровня не опускайтесь. Мы сами в этом задыхаемся. Вы говорите своим евангельским языком. Может, он маленько не так сказал, но смысл в этом есть. От отец Геннадий сам говорит. Я никогда так не разговариваю, вот я лично о себе говорю, никогда. Я стараюсь на каждый вопрос, на радио, где бы ни были, мгновенно вынести место писания, глава стих, чтобы люди видели, это не я сказал. Однажды я зашел в редакции, а там, она не просто корреспондентка, а каким-то заводелом. И густо накрашенная. Я подошел и говорю, Людмила, а вы зачем это накрасили? Ну, как же, я же на работе. Значит, с некрашенными губами вам на работу нельзя сходить? Ну, такого указания нет, нельзя ходить. Ну, все же. Я говорю, а для чего красите, знаете? Ну, чтобы красивее было? Нет, нет, не для этого. А для чего? Наши отношения, то разговариваем, нормальные. Но когда я сейчас скажу для чего, она на меня больше года будет дуться, и только потом, кое-как, примирилась. И Анна Тауз говорит так, если Бог не дал тебе красоты на полуобола, то есть за пятерку ты ее не купишь, краска больше показывает твое безобразие. Понятно? Ты уродлива, поэтому красишься. А Ефремсерин сказал так, женщина красит губы для того, чтобы завлечь чужого самца, не своего. Вот она эти слова, она обиделась, да у меня муж есть, да какой, завлечь, а потом я узнаю, муж пьяница и бьет ее, оказывается. А за что она обиделась? В точку, потому что попала. Когда меня вот ругают, поносят где-то, я ни на одного человека еще не обиделся. Почему? Потому что это не мое. Они говорят там какие-то слова, он садист. Почему? Детский лагерь, значит, я садист. Но если я детей наказываю, значит, а до этого он педофил. Там разные такие. А узнали, что я строго держу детей. Это садистский характер. Что угодно говорят. Я могу обернуться, о ком они говорят это. Обо мне? Ни один человек обо мне не скажет этого. Вот прежде чем даже обречать где-то, я иногда бывает месяцами молюсь о нем. Простые слова сказать. А не так, я такой прямой, я в глаза все вылеплю. Нет. Если этот человек уже написал, и его труды я разбираю, тут я сразу говорю, как надо. А в живую я к человеку подхожу медленно. Медленно. Это говорит Томск, священник, отец Сергий. Видите, как любят вас. Вот. Вот одна женщина пишет. Его ролики отца Андрея смотрела мало. Не хватает времени и терпения на них. Для себя в них полезного ничего не нахожу. Барнаул. Не надо ее сбрасывать. Почему? Как бы говорит грамотный мирской человек, не учитывая евангельского учения. Внимательно посмотрите. Ведь это сплошь каждому попу. Это говорит женщина. А иногда, даже противоположное тому, он не для меня. Барнаул Нина. Эти слова очень и очень глубоко проникать должны в нас. евангельское слово или нет? Дальше. Меня спрашивают. Ваши предположения о дальнейшей судьбе отца Андрея в деле миссионерства? В частности, готовы ли вы пригласить отца Андрея на совместную миссионерскую поездку по Европе? Мы думаем ехать нынче через Грецию до Португалии, пройти Скандинавию, всю Прибалтику и захватить север России. В прошлом году мы прошли шесть мусульманских республик, пятнадцать государств. У нас очень жесткий график. Мы идем, везде к дарим книги, встречаемся с русскими людьми и у нас особый подход. С моей точки зрения, для вас это была бы супер реклама. Вот представьте, с нами в нашей газельке на семь мест сидит отец Андрей. Это супер реклама будет. Я отвечаю, да что вы, дорогой мой, это же абсолютно невозможно. Мы несем чистое евангельское слово, и невзирая на личности. Я ничего про Андрея не сказал, но любые же понимают, что у него не чистое евангельское слово, и он взирает на личности. Я уж поясню для недогадливых. И кроме того, его габариты, таких грузных и рыхлых, мы даже близко к нашему путешествию не подпускаем. Нам же тогда ни о посте, ни о трезвости сказать нигде нельзя будет. А ведь мы-то говорим открыто обо всем этом. Никакого пива в рот нельзя брать. А таких людях, они, ясное дело, они выбирают, какое пиво лучше и прочее. Это лишние килограммы. Вы будете еще для юмора отца Олега Стеняева предложили бы нам, да наша-то газелька сразу же на пузо сядет на первом же бугорке. Не возьмем мы его, даже если бы он просился, из-за габаритов. Мы лишние книги лучше наберем. Вот пишет одна Ольга. Наверное, был бы актуален вопрос, неужели настолько сильно голубое лобби среди руководящих в РПЦМП, что даже отца Андрея за обсуждение казанской темы, хотя она известна уже и без него, смогли просто взять и уволить. Ну, передайте кому-нибудь. Я говорю, для них человек вообще роли никакой не играет. Никакой. Почему? Сталинско-беревская патриархия. Они людей в глаза не видят. В упор не видят. Один, два, три, какая разница им? Андрей Кураев. Им только свое благоутробие сохранить. Если на весы посадить где-то отца Андрея, он даже масса перетянет их. И далее, и очень хорошо бы четко по Писанию заявить, что гомосексуализм является страшным грехом. Ну, я подскажу, где перечислять не буду. Гоняется за чужое плотью, мужчина на мужчинах, первое, так сказать, послание к римлянам, первая глава. У меня у самой есть трое-четверо знакомых попов, понимаете, у ней есть, у меня даже я, адрес ее есть, которые являются такими. И оказалась одна, скажем так, духовная дочь, лесбиянка, она вообще не считает изменой то, что творит. И даже привела любовницу прямо в дом. И поставила мужа просто перед фактом. Если честно, то как-то к первому факту я привыкла уже, вот что мужчина на мужчинах там спят. А вот от второго просто в ужас нахожусь уже несколько месяцев. И этот ужас просто душу мою наполняет мертвящим холодом. До того, что сердце так болит, что уже сгибаешься пополам, и сил, мне даже что-то сказать так больно. Физически именно больно. Патриархия не, она не больная. Это скотомогильник сегодня. Дохлый скот. Как скот я был пред тобой, говорит Давид. Когда я зашел в храм, мозги просветились. Здесь одна доклятина. Разговорит только хватай, подряд дави, крестные ходы, мощи, мироточения, евангельского, ничего нету. И вот, может быть, на это дело, так как раз Бог избирает Степаненко и Кураева. А вот где Содом и Гаморра готовы. Заведите такое Содом и Гаморра готовы. На наш сайт зайдите. Сайт Игнатия Лапкина. Это на форуме. Вот оно к истине. Видите, как к истине. Май 1. Ру. Форум. И вот такой-то. Ну, посмотрите внимательно только. Откните, и вы сразу будете где Содом и Гаморра. Я даже сейчас не посмотрел, сколько пришло за это время, пока вот я говорю. Вот и пришли тут, пошли. Дальше. Сейчас посмотрю. Ванников. Сейчас минутку подожрать придется. Не по этой ли теме, потому что я сообщил в разные места. Нет, это стихотворение к Новому году пишут. Отцу Андрею передайте, что я жду его в гости. И особенно летом. Я приму в лагере отдельную келью выделю ему. Он будет купаться, ходить, отдыхать с детьми, ходить по полям. Будет вести здесь беседу. Я его прокормлю. Питаться будет вместе с нами. Лишних с него килограмм 50 надо скинуть. Примерно так. Может быть 46-47. Он задыхается уже и болеет. У него сейчас водянистость будет страшная еще. Отойти от этого всего. с любого метра начать новую жизнь. А за то, что отца Андрея они выкинули, это ему польза. Польза. Он может задуматься о себе. Но те, которые сделали это, они сделали не для пользы, а отомстить ему. Потому что они бездарности, те, которые отлучают. По сравнению с ним, даже профессора, смешно даже сказать. Андрея знают по всему миру. И такого прозвища диакон в Сиаруси в России еще не было. Это первый. Это супер уникальный человек. То, что он стал писать учебники, для ОПК там вообще это не надо. Нужно живое Евангелие и нести людям и проповедовать. Меня, конечно, охарактеризовал совершенно, может быть, чрезвычайно, что самый я знаменитый. Ну, это Андрей, это Андрей говорю, Олег Стеняев, я продуктивный особо там. Ну, это Бог делает, моего тут ничего нету. Я вообще ничего этого не знаю. Я писал стихи. У меня 3467 стихов по 9 куплетов четырехстрочных. И вдруг я сказал, не буду писать. Все. Вот книги издавал там в 8,5 на 9 лет. 38 книг в бумажном переплете, покажи. И 3 книги в интернетной. Еще примерно на 5 книг материал у меня собран, но я уже издавать не буду. У меня сейчас к изданию готовы 4 книги стихов по 800 страниц. Каждая книга до одной строчки заполнена каждая страница. 4 тома. Издать невозможно. Требуется тысяча экземпляров примерно тысячу, миллион, триста тысяч. Миллион, триста тысяч. А у меня пенсия 5 тысяч. Счастное дело, что никогда не издать. Я благодарю Бога, не без воли Божьей, что это вот случилось, что Андрея Кураева так захватили, они там вытолкали. Да, он переживет это, дай Бог силы ему. Мы за него молимся. Но чтобы никуда он от церкви не отошел. Ему пожелания. Нигде, чтобы его не понудили, сказать что-то против, который отходит, безблагодатная вся московская патриархия, нельзя этого говорить, потому что это не будет соответствовать действительности. Она имеет благодать патриархии, но они господствуют над наследием Божьим. О чем Петр говорил, да не господствуйте, чтобы они не господствовали. И даже вот я говорю сейчас, пусть Сенот соберется, чем я оскорбил их. Патриарха я приглашаю к себе в гости. Я определенно могу ему помочь. Я говорил, что необходимо просто сегодня начинать готовить миссионеров. И как готовить их, если трехгодичные курсы, полтора года ходить к баптистам, слушать, учиться, самое хорошее, где у них проповедники есть. Ну вот все, что я сказал, больше чего тут говорить, других отзывов нигде не было. Все удивляются, довольны, чтобы злорадствовали очень мало. И видно, которые злорадствуют, они ищут, ничего этого нет. Они лгут просто на отца Андрея. Ему я желаю здоровья, быть мужественным, поблагодарить Бога, что нашлись такие люди, которые его сдвинули, столкнули, это ему только на пользу. Чтобы нигде он не возроптал, не озлился. Я в это не верю, что он озлится. Он благодушный. Ему низкий поклон просто за то, что он Андрей есть. А перед Степаненко Максимом, судя по контексту, как будто бы он ему не желал добра, а за то, чтобы его уволить, если это так, попросить прощения, пасть в землю буквально. Повторяю, Максима трогать пальцем нельзя было. Его надо было как бы тиражировать, размножать, и эту заразу, гниль, и церковь вымести, о чем он сказал. Но это Б, и через тироство, оно оказалось именно в храмах. Думаю, что отец Андрей, если ему дадут это прослушать, он не обидится на меня. я вижу, вот это Антеа там выступает, называет, я его все забываю, как его, Сорионов, что ли? Сорионов там, Дмитрий, какие он слова говорит на него, это нельзя так отец Андрей. Это с него еще спрашивают там, с этого. Он старается, как может, делает, его только надо поддержать где-то, подправить, но то, что вот говорят они друг на друга, мне это неприемлемо, совершенно. не то, что он говорит молец на такого гиганта, буквально, на Андрея. И Андрей его прямо придавливает, бьет такими словами, которые не надо даже произносить. Надо молиться. Когда говорят люди друг на друга, я знаю, они не молились. На молитве такие слова не рождаются. Нигде. Я не могу плохо думать о Горбачеве, почему я каждый день молюсь за него. Я не могу плохо поносить Невзорова, потому что я молюсь за него. А молюсь, это я ее охватываю любовью и веду к Господу. Я не могу просто говорить злой, он такой, нехороший. Я скажу, где он не прав, а больше я еще не могу сказать. Мы каждый день молимся за Патриарха, за Папу Франциска ушел, за Венедикта молимся, за Старообрядческого Корнилия. То есть мы молитвой стараемся охватить все, что посильно нам. А чем молитву Бог услышит, это Богу знать. Отцу Андрею желаю все это выдержать и никуда от церкви не отшатнуться. Это его родное гнездо, и здесь в Патриархии он должен оставаться, за него будут цепляться некоторые люди, чтобы перейти к нам, это никуда не годится. И здесь он должен трудиться. А кто с ним это сделал, я не призываю ни к покаянию, ничего, я еще не знаю, насколько это нужно, чтобы он там был на профессорской работе. Может быть ему полезно пойти на стройку поработать, на стройку, кирпичи, хоть по два кирпича таскать, лишнюю себя эту требуху-то растрясти, и там людям свидетельствовать о Боге. Быть просто Андрею, и больше ничего нет. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Богу нашему слава. Субтитры сделал DimaTorzok